Добрый день, уважаемые телезрители! Стало уже доброй традицией в нашем университете, на нашем университетском телевидении производить разбор полетов, разбор вручения Нобелевских премий. И сегодня, в этот день, мы поговорим о Нобелевской премии по литературе 2021 года. Ее, как известно, получил танзанец или даже британец танзанецкого происхождения Абдул Розак Гурна. И мы пригласили ведущего, компетентного и уважаемого специалиста. Позвольте представить, бушканец Лея Ефимовна. Здравствуйте! Доктор филологических наук, профессор Института международных отношений Казанского федерального университета. Лея Ефимовна, мы уже год назад, помните, собирались с вами в этой же студии и очень интересно поговорили о творчестве Луизы Глик или Глюк. По-разному ее переводят, тоже англичанки. Нет, не англичанки, а американки, Стэнфордский университет. И мы разбирали, там действительно была премия за поэстический голос вручена. И Нобелевскую премию она получила вполне достойно. И вот сейчас достаточно такая темная рыбка, темная лошадка, которую, например, в России даже не издавали, не переводили, в отличие от той же Луизы Глюк. И такая темная личность Абдулразака Гурна. Расскажите, кто это? Я, честно говоря, тоже первый раз услышала это имя только тогда, когда была объявлена премия. И Нобелевский комитет выбрал... Ну, с одной стороны, это неожиданный вариант, потому что не только мы в России практически ничего про него не знали, но и в мире о нем знали очень немного. Несколько раз он попадал в лон-лист, шот-лист Букеровской премии. Было какое-то количество рецензий, а так он, в общем, принадлежит к такому ряду хороших, но малоизвестных писателей. В общем-то, мы все ожидали, все очень надеялись, что премию может получить Людмила Улицкая. Мы в России все об этом мечтали, но, видимо, это место уже было занято Алексеевич, потому что, несмотря на то, что она представитель другой страны, для Нобелевского комитета мы все одно. Да, она славянский мир. Да, мы все вместе. Ну, или ожидали, что премию получат мураками, но Нобелевский комитет в этот раз, как, впрочем, и много раз до этого, пошел по пути такому очень простому. Был какой-то момент, когда Нобелевский комитет любил скандалы, сенсации, то Боб Дилан, то ли еще что-то. А тут в этот раз вполне такой обычный вариант, да, политкорректный вариант, потому что так на самом деле в современном мире действительно присуждаются премии. Чаще всего премии присуждаются тем персонажам, которые не вызывают ни у кого никаких сомнений. То есть вот эта группа в Нобелевском комитете, особенно после того, как у них был скандал, они, видимо, особенно боятся, эта группа за такого-то, эта группа за такого-то, а вот против вот этого никого нет. Ну, давайте вот мы его и выберем, поэтому никаких возражений не возникает. И выбор произошел, в общем, достаточно предсказуемый в этом случае, потому что наш персонаж пишет на английском языке, и, в общем-то, все, кто писали об этой премии, все признавали, что ведущей сейчас является литература на английском языке. Чтобы была понятна, доступна. Не только поэтому, а потом идет франкоязычная литература, ну и так далее. Скорее потому, что писатели, пишущие на английском языке, очень хорошо владеют техникой. Письма, ну, считается, что для того, чтобы играть на скрипке, надо закончить консерваторию. Чтобы рисовать, надо закончить Академию художеств. А писать могут все. На самом деле это не так, и не случайно в европейских и американских университетах есть специальные курсы обучения письму. Гениальным писателем, конечно, не станешь, но техника писания, она нужна. У нас эти курсы появились не так давно, об этом стали говорить, что писатель должен этим владеть. И вот англоязычные писатели, они вот этой техникой очень хорошо владеют, она давно отработана, и очень хорошо, что называется, как у музыкантов поставлена рука, у них поставлено перо. То есть они умеют писать, они знают, как это делать. Добротно, но в ряде случаев, повторяю, может быть, не гениально, но вполне добротно, хорошо, качественно. Поэтому это первый вариант, первое объяснение, почему писателю, которые пишут на английском языке, дана эта премия. Не только потому, что все могут прочитать. И второй важный момент — это, конечно, политкорректность. То есть мы знаем, что действительно родился вот в Занзибаре, там были революции, оттуда пришлось бежать, этот самый Занзибар, который только недавно открылся для наших туристов и стал такой экзотикой, объединился с государством, которое было на континенте, получилось Танзания, и вот он приехал в Англию, получил хорошее образование, и вот уже достаточно давно работает профессором в одном из английских университетов. Это тоже очень важно, потому что в последнее время художественная литература очень часто создается профессиональными филологами и университетской профессурой. Из хороших университетов. Из хороших университетов, да. Хотя Уизу Глик говорил, называл, это Стэнфорд, соответственно, Абдулразак Гурна, это, соответственно, Кентский университет, то есть достаточно такой университетский истеблишмент. Да. И, кстати, у нас в России вот эта университетская профессура создает очень большое количество хороших, добротных романов. Среди моих друзей, филологов, очень многие пишут. Ну, тут, наверное, все-таки атмосфера своего междусобойчика имеет место быть. И атмосфера поддержки, и влияния. Я вот, например, не уверен, что Абдулразак Гурна, живя в своей Танзайне, на своем любимом Занзибаре, да, суахили, очень такой древний язык, и достаточно развитый, и на нем тоже можно выразить даже самые потаенные мысли и чувства, и красиво, и поэтично. Но было бы ли это воспринято в мире? Вот большой вопрос. Было бы ли воспринято это в университетской тусовке? Все-таки мы имеем место с некой, вот на примере последних двух премий по литературе, с некой какой-то кастовости. В хорошем смысле этого слова. В хорошем смысле. То есть, да, университет — это такая закрытая корпорация, вот они друг друга и наградают. Поддерживают. Поддерживают, наградают. Вы знаете, как человек, принадлежащий как раз к университетской корпорации, и повторяю, я знаю очень многих писателей, поэтов, которые являются филологами, профессорами университетов, и среди них не только наши россияне, но и мои зарубежные коллеги и хорошие друзья. Я скажу, что да, с одной стороны, это действительно такая каста, и действительно это очень высокий уровень образованности, очень высокий интеллектуальный уровень, особенно поэзии, ну и прозы, конечно, тоже. Но тут есть и минусы, потому что, вот вы сказали, знали ли бы его, если бы он писал на суахиле, так его и по-английски в Африке не знают. И посмотрите, это, я не уверена, что для литературы это важно, чтобы она была вот такой вот элитарной, оторванной, профессорской. Мне бы очень хотелось, чтобы литература была и для широкого читателя тоже. Это не мешает ей быть элитарной. Толстой и Чехов были, ну для своего времени, и Достоевским массовыми писателями. Но гениальность это не отменяет. И вот, если уж говорить, опять же, знают ли его там, как выяснилось, его в Европе мало читали, его и на родине не читают. Ну, в 20-летнем возрасте эмигрировал из Танзании, из своего солнечного Танзибара, в холодный, сумрачный, дождливый Лондон. Он осел там, тоже так же сделал университетскую карьеру, профессор, преподаватель, читает лекции. Его, наверное, правильно пишут, что это больше британец, хотя у него двойное гражданство, все-таки это больше британец танзанийского происхождения. Но вот он хорошо оседлал тему, которая стала модной. Модной она стала, наверное, год-два назад. Это важно. Очень острая модная тема, это постколониальное унижение, наше там бремя белого человека, это постколониальные кошмары. Все это движение БЛМ, Black Leaf Matter, они, безусловно, это порождение, как раз переосмысливание этого постколониального синдрома, когда белый человек угнетал, внес огнем и мечом свою белую истину на метрополиях. И мы сейчас пожинаем все это, мы сейчас какую-то коллективную вину испытываем. Я говорю, мир. В России это не так сильно, но там это очень сильно, и громят магазины, вкидывают памятники. И считаете ли вы, что вот именно такой политический момент, он и был главным в выручении этой премии? Мне кажется, да. Нобелевский комитет всегда старался следовать вот такой интеллектуальной моде, и поэтому всегда политические мотивы, конечно, были очень сильными. Даже в географическом плане, геополитические, то есть давно Африка не получала премий. Значит, вот Африке ее нужно дать. И вы правы совершенно, эта тема стала очень актуальной, стала очень модной и такой эксплуатируемой. Я думаю, что они выбрали лучший вариант из тех писателей, которые к этой теме обращаются. Потому что действительно практически во всех своих произведениях Гурна, вот раскроем секрет, мы с вами долго выясняли даже как ударение ставить в этой фамилии. Только специалисты Фасуахили смогли подсказать настолько это именно для всех нас неожиданно экзотическое. Во всех своих произведениях он все равно обращается к этой теме, хотя уже 50 лет практически живет в Англии достаточно хорошо. Но тут и, как сейчас модно говорить, детские и подростковые травмы психологические и актуальность темы. Ну и как профессор, он ведь тоже читает лекции именно о постколониальной литературе. Постколониальная литература это в первую очередь, наверное, и Салман Ружди, или Ружди, Салман Ружди, Архан Памук, наверное, тоже как-то можно причислить. И в числе лауреатов Нобелевской премии он не единственный автор за постколонианизм. Ну, просто совпало. Так вот совпало, погромы совпали и совпал Абдул-Разак Гурна. И обесценивает ли это вообще премию по литературе? Я вот, например, мне... Ну, да, вот, ну, да, вот. Давайте в следующий раз премию по литературе дадим за сборник речей Грет и Тунберг, например. Это же актуально? Актуально. Ну, все, попало, попало. Где литература? Есть ли литература у Абдул-Разака Гурна? Скажите нам, Лилия Феевна. Ваше мнение. Давайте начнем с целого ряда вопросов, которые вы сейчас поставили. Ну, первый еще важный момент, почему премия могла достаться ему. Сейчас в мире, в сфере культуры, не только литературы, но и кино, и всего остального, очень модно обращаться к экзотике. Экзотика, прежде всего, этнографическая. Даже вот не национальная, а этнографическая. Не случайно фильм, снятый по повести нашего Дениса Осокина, например, нашего Казанца, пользовался такой популярностью, по-моему, на Венецианском фестивале, и там даже Тарантино аплодировал. Это как раз в том числе связано с тем, что вот происходит открытие каких-то странных для европейца пространств. И это модно. Та же самая Териберка, модно. Какие-нибудь забытые совершенно места на Аляске, модно. Африка тоже модно. Это можно понять, потому что наша жизнь среднего европейца, она такая повседневная, скучная, комфортная. И хочется не просто экзотики, а хочется, видимо, среднему европейцу немножечко тревожности какой-то. Хочется чуть-чуть пощекотать нервы, зная, что это никак не скажется на повседневной жизни, но хотя бы в чтении, да? Вот что-то такое экзотическое. Можно, например, привести всю Европу, охватившую мода на ориентаризм, тогда, когда наполеоновские походы были в Египет, потом совершенно безумное увлечение Востоком, Индией, Африкой, Египтом. Вся Европа бредила. Вот эти вот, там, пугачи украшали свои дома этими салонами в стиле восточных шейхов. И это очень было популярно. Потом все ушло куда-то, ушло. Все занимались своими делами, и сейчас опять такое. А сейчас возвращается. Ну вот сейчас Африка становится в моде, не только в романах горные, но и вообще во многих проявлениях. Путь до путешествий в Африку, которые становятся модными. Вот такой мир, который немножко сохраняет начало доцивилизованного мира, он кажется нескучным. Это в этом проявляется некое стремление к какому-то романтизму европейца, поскольку, безусловно, премию эту дают европейцы, хорошо, мирно, тихо живущие в своей Швеции. Так что вот, мне кажется, есть еще вот такой момент, почему Гурна был выбран. Сейчас, наверное, эта премия, она немножко даже повернет этот интерес и моду опять к Африке. А что касается премий, да, они даются, конечно, очень часто по политическим мотивам. И это связано с тем, что мы, современники, в принципе, никогда не можем оценить вклад в культуру, в литературу, в живопись, в музыку наших современников. Это огромная теоретическая проблема. Мы не знаем, кто перед нами гений или не гений. Вот для современников, например, Достоевский, 200-летний юбилей, который мы отмечаем в этом году, он был самый обычный писатель, такой же, как и все остальные. Более того, многие воспринимали его плохим писателем, спорили с ним. Он был картюшный, человек, мягко говоря, невысоких моральных устоев. Ярый монархист при этом, консерватор и так далее. И поэтому на современников вообще вот эти политические мотивы всегда большое влияние оказывают. Тут мы не знаем, каким писателем он окажется, это будет понятно лет через 50. То есть те смыслы, которые есть в произведении, они раскрываются, они со временем только раскрываются. То есть если через 50 лет, условно 50, может, кого-то 60, а кого-то 40, вот эти смыслы будут раскрываться для разных поколений читателей, то есть не один вот этот политический смысл, для современников обычно социально-политический, а много смыслов. Вот тогда будет понятно, это великий или невеликий. Но премии-то дают вот сейчас, вот ныне живущему, а их тут так много, и, конечно, политика влияет. Плюш, скажешь. Ну, если говорить о российской, о российских лауреятах Нобелевской премии, то вот я могу сказать, наверное, может быть, это и спорно утвердили, но все они получили по делу, совершенно по делу. Вот Йосиф Бродский в 87-м году получил, значит, можно еще Бориса Пастернака назвать, тоже поэтический язык, очень красивый, тоже получил. Но давали это ведь тоже по политическим мотивам. Ну, Бродскому, Бродскому все-таки, да, там 50% политика, 50% все-таки поэтический язык, учитывая то, что он потом достаточно успешно и успешно работал за рубежом, и не только славист был, но и хорошо писал по-английски. Вот, но вот Бориса Пастернаку тоже дали, ну, да, политические. Хотя там так писать, как он, не скажу, что прям самая высокая поэзия, тоже. Но вот Александр Солженицын получил Нобелевский премий по литературе. Здесь чистая политика, здесь уже литературным, собственно, тяжело назвать его творчество. Все-таки это больше публицистика, больше глоба дня. Иван Бунин, это чистая. Бунин, конечно, гениален, но дали ему как эмигранту из России. Хорошо, Михаил Шолохов. По поводу Шолохова такие бешеные споры и даже по поводу авторства. Я согласна, Тихий Дон гениальное произведение, но тоже поддержали тогда Советский Союз. То есть мотивы скрытые, они все равно были политические. Но повезло, сложилось замечательно. Очень трудно сказать, что в данном случае политические мотивы не сработали. Грустно ли, Фим? Кого ни копни, везде политика. Даже вот я, например, очень люблю Дорис Лессинг, одну из Нобелевских лауреаток, но дали ей тоже за политику, кстати, тоже, по-моему, за Африку. С которой она была так долго связана. Формулировка там тоже была за социальные, политические там моменты. Совет вам, уважаемые телезрители. Хотите Нобелевскую премию по литературе? Пишите про Африку. Это, конечно, была шутка. А я все-таки хотел бы все-таки понять, какой он писатель. Я, уважаемые телезрители, пытался найти его труды на русском языке, но наша страна не издавала Абдул-Разака Гурну на русском языке, не переводила его. То есть нету книг на русском языке, есть только английские тексты. Десять романов человек написал. Я думаю, наверное, скоро какой-то роман их дадут, потому что, ну, это же невозможно так, это культурный вакуум называется. И мы все-таки прочтем один из романов, скорее всего, это будут, наверное, или Рай, или У моря, которые в шорт-листы букерской премии входили. Но вот Рия Ефимовна, она прочитала по-английски, даже первую его книгу прочитала, она ознакомилась, и она сейчас может нам зачитать перевод в вольном, ну, таком вольном переводе. Первоначальный, потому что, конечно, художественный перевод вещь такая, над которой надо хорошо работать. Да, да. Это такое первое приближение. Поэтому здесь есть небольшое такое уточнение, и она взяла на себя труд, она это прочитала, и вы можете сейчас сами услышать, как звучит Абдул-Разак Гурна на русском языке. Пожалуйста, Левикимна. Да, я выбрала произведение, которое было написано достаточно давно, это 87-й год, это «Воспоминания об отъезде», это как раз та психологическая травма, которая прорабатывается в литературе, как сейчас модно об этом постоянно говорить, и в этом автобиографическом романе очень много деталей, подробностей тяжелого детства и юности нашего автора. Ну и заодно, кстати, и экзотики много, и каких-то страшных вещей жизни мусульманской Африки много. Ну вот, я только маленькие фрагменты и потом, когда она обсуждалась, говорили о том, что у него двойной взгляд, взгляд мигранта, который прожил очень много в цивилизованной Англии, и взгляд оттуда, изнутри, вот в этом соединении, как раз и есть главное его достоинство. Ну вот, самое начало, буквально первая страница. «А моя мать была на заднем дворе и разводила огонь. Обрывки молитвы, которые она пела, достигали до моего уха. Я нашел ее склонившие головы над жаровней, она тихонько дула, чтобы разгорелись угли. Кастрюля с водой стояла у ее ног. Когда она оглянулась, я увидел, что ее лицо потемнело от огня, и на глазах выступили слезы. Я попросил денег на хлеб, но она нахмурилась, как будто она не хотела, чтобы ее отвлекали, когда она следила за огнем. Она сунула руку в залив платья и вытащила завязанный узлом носовой платок, в котором хранила деньги. Монеты, которые она вложила мне в руку, были теплыми от ее тела и казались мягкими и круглыми. Я вышел из дома, не поздоровавшись со своей сестрой, пожалел об этом, как только повернулся к ней спиной. Я шел по темному переулку, который проходил рядом с домом. Обильная роса седала в воздухе от пыли и блестела на жестяных крышах придорожных хижин. Хотя дорога была изрыта ямами и выбоинами, она оказалась более ровной и прочной, чем глинобитные хижины, которые стояли по сторонам. Здесь жили труженики, неудачники, здесь торговали высохшие телом, торговали телом высохшие проститутки, раскрашенные гомосексуалисты, пьяницы приходили за дешевой водкой, там, прошу прощения, пьяницы проходили за дешевым вином там, и анонимные голоса выли от боли на улицах по ночам. Мимо, рычая, покачиваясь на разбитой дороге, проехал пустой автобус. Он был выкрашен в зеленые и белые цвета, его фары были слабыми в утреннем свете. Поляна была пуста в столь ранний час. Из зеленой мечети доносился гул молитвы, верующие сбились в спасительную кучку, вдалеке прокричал петух. Скалы торчали из земли, представляя опасность для всего того, что здесь было в окружении. С дождями земля превратится в поля и зарастет травой, но сейчас был самый разгар сухого сезона. Все было очень сухо. Городок находился совсем рядом с морем. Этот вкус и запах моря, он всегда витал в воздухе. В душные дни соль покрывала ноздри и уши. В тихие утренние часы морской бриз освежал сердце любого человека. В прошлые годы работорговцы ходили по этим улицам. Их ноги были холодными от росы, их сердца темнели от злобы, и они ловили рабов и потом загоняли свою добычу в море. Я шел по темному переулку, который проходил рядом с домом. Обильная роса оседала на жестяных крышах придорожных хижин. Хотя дорога была изрыта ямами, мне все равно казалось, что это утро очень сложное и тяжелое. Вернувшись домой, я застал своего отца молящимся. Он сидел на корточках на земле во дворе, поджав под себя ноги. Его глаза были закрыты, голова опущена на грудь. Его руки, сжатые в кулаки, лежали на коленях. Указательный палец правой руки был направлен на землю. Я нарезал хлеб и пошел будить сестер. Они спали в комнате моей бабушки, стены которой всегда были пропитаны запахом пота. Тело бабушки сморщенное лежало и рука свисала с края кровати. Старшая из моих сестер уже проснулась. Вторую Саиду было всегда труднее разбудить. Я встряхнула ее, она повернулась ко мне и недовольно хмыкнула. «Что ты делаешь?» ряпнула моя бабушка. «Будь осторожен, ты что? Хочешь неосторожными движениями бить всех нас?» Она выглядела хрупкой и доброй, но была жестокой и беспощадной. Я пропускаю некоторые моменты и прошу прощения за некоторые шероховатости, потому что, повторяю, над художественным переводом надо, конечно, по-настоящему работать. И дальше идет тоже рассказ «Страшная, жестокая, беспощадная бабушка». Такая нищая, высохшая уже от нищеты, все время готовящая еду мать. Ну и вот, например, там дальше есть небольшой кусочек об отце. Отец тоже был человеком очень жестоким, он был алкоголиком. Иногда он сходил с ума, он бил свою жену и детей, однажды даже поджег к своей жену, сломал стул об одной из своих дочерей, она до сих пор страдает от обмороков, с трудом может нормально говорить. Это автобиография? Да, это автобиографические моменты. Это хаос просто. Он боялся, что его отправят в больницу для умалишенных, оттуда никто не выходил. Тем не менее, я знал, что мне придется вернуться домой, потому что я им принадлежал. Если я не вернусь, они придут меня искать. Ну вот, одна из сестер, кстати, зарабатывает на жизнь как раз проституцией. То есть, вот алкоголик-отец, значит, высохшая мать, отец бьет всех, чуть кого-то не убил. Пухаус, как в картах бывает, полный расклад. Да, такое ощущение, что все несчастья, проблемы мира, которые только могут быть, они все сконцентрированы в этой семье. Но язык, понравился язык, такой богатый, цветистый, можно сказать, под Марцелли Пруста, такое длинное пространное описание, пространство, времени, каких-то мелких деталей, растянутые на несколько предложений. Язык, конечно, красивый. Да, над ним, конечно, переводчикам придется работать. И вот язык, эту экзотику, конечно, передает, эту африканскую экзотику. Это очень интересный, кстати, вопрос, который вы сейчас затронули. Каким образом на английском языке нашего героя сказался Суахили? То есть, вот как он просвечивает, как один язык просвечивает через другой. И как трудно будет переводчику вот это вот мышление на Суахили, уже переданное на английском, передать снова на русском. Ну, это его первый роман, написан, по-моему, в 1987 году. Потом 10 романов он с этого времени до последнего времени выдал, где приблизительно одно и то же, одно и то же рабство, угнетение, страдания постколониального человека. Что сказать? Угадал, угадал, и... Хотя вот тяжело верится, что действительно такое тяжелое детство беспросветное было. Ну, нам европейцам трудно судить. Вот еще маленький буквально кусочек. Когда я родился, я причинил своей матери много боли. Моя бабушка сказала, что нужно позвать кого-нибудь, чтобы он прочитал надо мной Коран, прося Бога сохранить мне жизнь. Они омыли меня святой водой из замзана и завернули в тряпки, списанные строками из книги, то есть из Корана. Они убедили Господа оставить меня в живых. Прошло три года, прежде чем появилась Закия. Ни Саид, ни я не обратили на это особого внимания. Что хорошее у сестре? Отец часто бил меня. Он сказал, что это для того, чтобы сделать меня жестким. У моего старшего брата, у Саида, было много друзей, и когда ему было шесть, я прошу прощения, у зрителей, он уже трахал мальчиков. Он научил меня гоняться за бродячими кошками и бить их скрученными металлическими тросами. Мы совершали набеги на огороженные сады, чтобы украсть фрукты. Мы травили нищих, сумасшедших. Старший брат сказал, что заставлял меня драться с другими мальчиками, чтобы меня закалить. Часто в отчаянии он отталкивал меня в сторону, чтобы закончить бой, который я проигрывал. Я возвращался домой, порезанный, истекающий кровью, и его добивали. В следующий раз, говорил он мне, когда ты попадешь в беду, я сам тебя убью, ублюдок. Ты меня слышишь? И он рассказывал отцу, что я проиграл бой, и тогда они вместе с отцом снова колотили меня. Через некоторое время вмешивалась моя бабушка, моя мама выводила меня во двор. Старший брат Саид рыдал на взрыд в комнате моей бабушки и так далее. Вот такого рода истории. Однажды нас всех арестовали за избиение одного из мальчиков по соседству. Саид привязал его к дереву, затем ударил палкой. Отец мальчика сообщил о нас сержанту полиции, который отвез нас всех в участок. Мне понравился сержант, потому что он позволил нам зайти в участок и поиграть с наручниками. Если он арестовал вора, он позволял нам войти в офис, чтобы посмотреть, как он звонит в штаб-квартиру. Когда он доставил нас на станцию, он достал большую книгу. «Здесь есть имена», сказал он, постучав по книге костяшками пальцев. «Это злые люди, и как только ваше имя появится здесь, вы пойдете в суд. Знаете, что делают с детьми в суде? Их отправляют в тюрьму в лесу». Он показал на меня и велел идти домой. Я сбежал без малейшего колебания, вызвав улыбку на лице сержанта. Но когда Саид вернулся домой, он рассказал о том, что я радостно сбежал и сообщил об этом моему отцу. Я спрятался под кроватью. Но отец меня все равно достал и, ну, как всегда, продолжение все равно избил. Вот действительно все самые страшные события, которые могут происходить. И один из членов семьи почти сгорел. И вот несчастная битая мать и так далее. Все есть. Все есть у профессора Кентского университета. Трудно сказать. Может, действительно в Африке практически сколько уже, там, 60 лет тому назад, может быть, так и было? Или это литература? Но нам трудно сейчас об этом судить. Мне кажется, что все-таки Абдул Розак Гурна обращается именно не сколько постколониализм, не сколько там угнетение и плохое состояние, но он все-таки плохое состояние от социума в тех краях, если вот это воспринимать за чистую монету. Но все-таки он больше обращается, скорее всего, к миросознанию мигрантов, которые сейчас завоевывают Европу, завоевывают Америку. То есть мы видим, что попытки интеграции европейское сообщество они проходят достаточно тяжело. Допустим, тот же Париж. Проблема мигрантов нешуточная. В семьях происходят примерно те же вещи, которые не 50 лет назад, а сейчас в мигрантских сообществах. Сейчас видим, как мигранты, ну, не мигранты, а беженцы штурмуют Польшу, пытаются проникнуть на территорию Польши, чтобы сесть там, но не ассимилироваться, а в большинстве своем жить той же жизнью, в которой они жили. И есть такая, действительно, это очень острая проблема, и она очень остро сейчас вылезает на передний край политической и социологических исследованиях. И об этом говорят, рассуждают, и мы сами видим, то в БЛМ оно не на пустом месте все-таки возникло, и в Европе получил. То есть, казалось бы, речь ведь не идет только о черных, о темнокожих, а речь идет действительно о других, других людей разного оттенка кожи, но получивших вот такой вот бэкграунд тяжелый, мрачный, и живущих в этом бэкграунде своих мигрантских сообществ. Можно ли вот считать это действительно таким поворотом? Ну, миграция, постколониализм, простите. Вы знаете, вы сейчас сказали очень интересную мысль, о которой я всерьез не задумывалась, когда просматривала эти произведения, опубликованные только вот на английском языке, наверное, очень полезно будет их прочитать, и даже не важно, было это или не было на самом деле, важно, что человек, который долгое время прожил в рамках западной цивилизации, все равно продолжает это вспоминать. И можно понять, с чем действительно, с каким бэкграундом, с каким прошлым, с какими чувствами приезжают и прорываются в Европу мигранты. Вот многие из них, прошедшие через вот такое унижение в семье, через эти дикие совершенно нравы, многие из них прошли через войну, утрату всего, через дикую нищету. Резня. Резня. И понятно, что им, в общем, надо в Европу любой ценой. И они будут прорываться любой ценой, и тонуть, и гибнуть, и прорываться через границу. И вот эту психологию этих людей можно понять, мы как бы, мы все равно не понимаем. Мы уже давно живем, ну, более-менее благополучно, что бы ни было. И все равно для нас это немножко чужое. Нам кажется, что такого давно не может быть. А ведь за исключением какого-то очень небольшого количества людей в рамках нашего человечества, ведь это ведь и Индия, например, и Бангладеш, и Пакистан, и не только Африк, или еще что-то. На самом деле очень многие люди так живут. Может быть, и полезно будет действительно все это прочитать. И даже не важно литература это или нет, главное, что они так себе представляют, они так видят свое прошлое, так свою жизнь. То есть они с этим пришли, да? Поэтому это было бы, наверное, полезно действительно прочитать. Вот в России, скажите, пожалуйста, а в российской литературе вот сейчас современное, есть ли подобного рода попытки переосмутления этой мигрантской, колониальной вещи? Я вот в первом приближении Эдуард Багиров только приходит, как действительно человек, описывающий мир глазами мигранта, ну, там, живя в столице, как он попадает, это у него достаточно большой пласт об этом. вот, почему у нас пока в России этим вопросом, вот, казалось, еще другие должны быть, вот, писать на эту тему, но их мало и практически не видно. Должна ли Россия это переосмысливать? Должны ли появиться свои, собственно, Абдул-Разаки, гурны российского пошиба, которые должны действительно писать о вот этом посттравматическом опыте? Ну, вообще есть, есть целый ряд авторов, но это вот прежде всего наш юг, да, это Чечня, это вот территория Грузии, Армении, Азербайджана и так далее. И даже, например, вот то, о чем пишет Рене Абгарян и целый ряд других авторов, то, что связано вот тоже с травмой Первой Чеченской войны и так далее. То есть есть такого рода произведения, они достаточно популярны в обществе, может быть, да нет, и жестокость войны, и собственные отчаяния, ужас, бегство, эмиграция в них тоже есть. Так что есть, на самом деле. Но пока премии никто, даже российских престижных премий, а литературных пока никто нет. Ну, вот я назвала она Рене Абгаряну, она получает, получила премию, премию Ясной Поляны, по-моему, она получила. Ясной Поляны, но это не премия, какая в первой категории, все-таки есть там, большая книга, еще там, букер, по-моему, русский, еще что-то. По крайней мере, в отличие от обласканного там, романа Гузельяхина, Зулейха открывает глаза, вот, который на всех полках, чуть ли не в продуктовых магазинах уже его лежит, продают массовые тиражи, массовые признания, разговоры, скандалы, все разговоры вокруг этого. Вот нет, вот вокруг этого. Ну, может быть, вот на таком широком уровне нет, а в литературных кругах обсуждается, конечно. Может быть, не до такой степени ужасы семейные, как раз во многих этих произведениях семья и дом оказываются противопоставлены войне и всем этим социальным потрясениям. Тут-то у нас все вместе, да, и социальные, и семейные, вообще спасения нет, и наш герой, он вообще один против всего мира, и поэтому он бежит, он уезжает, он скрывается от семьи в то же время, он пытается там у нас у дяди, по-моему, в Найробе найти какое-то спасение, но и возвращает обратно. То есть, ему приходится одному бежать в Европу. Во многих у нас произведениях российских там есть, не знаю, та же бабушка, там есть семья, там есть какая-то поддержка, хоть какая-то. А тут вообще полное отчаяние, одиночество. Наверное, все-таки по тонам, все-таки ближе к исповеди Эдуарда Лимонова, это я, Эдичка, тоже мигрантская, мигрантская, в какой-то мере, да, отчаяние, все там один и все, и тяжелый бэкграунд харьковский, все его там тяжелые эти воспоминания его такой, достаточно такой ужасной юности, молодости. Наверное, все-таки у нас появятся подобные авторы, которые будут звучать уже на всю Россию, будут получать премию, может быть, мы даже воспитаем нового, нового, нобелевского лауреата, который будет писать тоже об ужасах советского постколониализма российского. У нас немножко сложно с колониализмом, у нас, может быть, жизнь какой-нибудь очень глухой деревни в Сибири тоже была бы очень тяжелой. Вся российская история это и есть покорение этих неогромных владений, печенеги, половцы, ермак и все прочее, как это, Сибириада, все про это, все про это можно везде травмы. Но литература на самом деле всегда только про травмы. Про счастье литература бывает очень редко. Да, это грустные нотки, уважаемые телезрители. Мы сегодня завершаем разбор Нобелевской премии по литературе 2021 года. И в гостях у нас сегодня была замечательная Ли Ефимовна Бушканет, доктор филологических наук, профессор Института международных отношений Казанского Федерального Университета и вел передачу ваша покорная слуга, журналист Казанского Федерального Университета Альберт Бигбов. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...